Хотя у нас был свой капрон. Самый богатый капрон. Василий Ульяновский. Так, ну что, вы готовы? Да. Так, мы начинаем. Значит, мы сегодня проводим заседание в рамках совместного проекта с Ульяновской правдой и Общественной палатой на тему развития особо охраняемых природных территорий в Ульяновской области. Мы в прошлый раз уже частично, когда нас Минприрода проигнорировал, обсудили, каждый высказал свое мнение, что надо делать для того, чтобы все-таки наши особо охраняемые территории, а больше меня интересуют и всех, наверное, волнуют городские ООПТ, которые сделали из парка. Вот. Но сегодня у нас еще все-таки Минприрода, и у нас еще природоохранная прокуратура. Поэтому очень бы хотелось их мнение узнать. Суть вопроса какая? Что все парки города Ульяновска объявлены особо охраняемыми природными территориями, то есть ООПТ, с естественным наложением всяческих ограничений по их развитию, использованию и тому подобное. Хотя Александр Сергеевич утверждает, что у него все парки работают, и все карусели крутятся, и все качели качаются, но по сути это не так. Ну вот давайте возьмем парк Черное озеро. О нем много говорят. Огромные территории, 80... Сколько сейчас Александр Сергеевич? 86 гектар, по-моему, да? Из них часть территории региональная, часть территории... Ну, вот тут, наверное, Александр Николаевич лучше объяснить, как это вот разделение по ведомственности. Потому что у нас вся земля региональная, у нас земли муниципальной нет, но все-таки часть... 60 гектар у нас это отвечает муниципалитет, 20 гектар вокруг Черного озера отвечает... Когда я задался вопросом узнать, 2 года 4 назад, почему же все-таки так сделать, что все наши парки сделали уходы? Мне ответ я услышал, ну, я считаю, совершенно неадекватно. Мы таким образом пытались спасти в 90-е и в начале 2000-х годов парки от варварской застройки, что бизнес его и захватит, будут там улепить коттеджи, строить там дома и прочее, прочее. Ну, цель благая, но в то же время, извините, и в то время существовали надзорные и контрольные органы. И законы-то практически у нас не поменялись, но никакие были, такие были. Для чего это было сделано, непонятно. Может быть, цель благая, но результат такой, что теперь мы имеем то, что имеем, и теперь эти парки просто-напросто не могут быть использованы по прямому назначению как регуляционные территории. То есть, строения какие-то даже в развитии парк, нет, ну, там написано, что в развитии ОПТ могут быть и капитальные постройки и всякие, но это в развитии ОПТ, но не в развитии регуляционных зон. Поэтому я бы хотел сегодня, и как в прошлый раз, сосредоточиться на правовой основе использования парка как ООПТ, но для отдыха граждан, для развития инфраструктуры отдыха, потому что основная задача парка – это отдых. Ну что, вот опять я к Черному озеру возвращаюсь. Я уже в прошлый раз говорил, что товарищ Брагин у нас, как инициатор, каждую весну вывозит оттуда по 60 КАМАЗов мусора. Что там творится, все вы прекрасно знаете. Поэтому особо охраняемые территории не должны превратиться в особо охраняемые свалки. А теперь я предоставляю слово представителям Министерства природы. Пусть они нам расскажут все-таки, что можно, чего нельзя, и что дальше делать. Может быть, еще вопросы зададим им вперед? Давай сначала пусть они свалюются. Но это важно, надо задать. А что бы два раза? А потом ты задашь. А не расскажут, он уже скажет. Тогда вам не надо будет задавать. Слава, 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 ну давай. Соответственно, если говорить про оплаты, возник второй вопрос. Это в прошлом году федеральное законодательство изменилось так, что нельзя. Теперь комплексное обследование при создании, при изменении границ не надо проходить госэкспертизу. Соответственно, уже прошло практически полгода. До сих пор не разработан нормативный документ региональным министерством, который бы позволял людям, вот, например, здесь присутствует Ульянка, в частности, подать документы уже наконечные на создание ОПТ. Сан Саныч, вот как раз тот вопрос, на который они сейчас нам готовы ответить. Нет, вы говорили немножко о другом. Вы об использовании, а я сейчас говорю уже о комплексе. Например, где-то надо уменьшить территорию ОПТ. Понятно. Соответственно, какой нормативный документ, и почему так долго министерство не может даже разводить? Вот этот вопрос был задан представителям министерства. Вы не тот задали вопрос. Нет, был задан при подготовке мероприятия нашей комиссии. Поэтому сейчас... Кто? Олеся Владимировна или Витезовна? Давай. Дома, коллеги, приветствую. Действительно, в настоящее время федеральным законам о обслуживании охраняемых территориях совершенно никак не регулируется вопрос создания ОПТ, изменения границ ОПТ. И в связи с этим, когда Минприрода Ульяновской области направил запрос в Российскую Федерацию, там было, так и сказано, не предусмотрено. Мы, как региональное министерство, изучили опыт других регионов, и, отключая на вопрос Анастасовича, подготовили проект внесения изменений в закон Ульяновской области о правовом регулировании отдельных вопросов в сфере организации охраны и использования особо охраняемых территорий регионального значения Ульяновской области. В части регулирования как раз-таки полномочий в направлении предложения и принятия решения о создании изменения границ ОПТ. По плану уже отвечаем на вопрос в середине марта планируется. Кто мешал сделать в прошлый год и где этот проект нужно ознакомиться? Вы начали это делать после того, когда вопрос начали люди поднимать. Начало с того, что мы направили соответствующий запрос в тот год. На запрос отвечает месяц Москва. Вы сказали, когда вы направили, можете на вот этот проект, где можете ознакомиться? Можете сейчас предоставить этот проект? Ну, конечно, да. Весит, соответственно, тот вид. Вы можете представить, что не говорили? Другой делал, что нет. Давай, давай, давайте. Мы дарим, давайте, поводчетно спрашиваем, когда будет закон принят. И почему полгода министерство ничего не делал по этому вопросу? Отвечаю на первый вопрос. Закон в середине марта. Полгода министерство, образно говоря, разрабатывал этот закон. Другие регионы разрабатывают месяц. Этот закон разработать месяц. Сан-Сан, все, мы не говорим о работе, мы не говорим о работоспособности нашего министерства. Они смогли сделать так. Конкретный вопрос, где проект? Пусть покажут. Почему не предоставили общественной палате проект? Возвращение не было запроса. Давайте не будем вот эту софистикой заниматься. Где сейчас можем мы ознакомиться? Вы можете сейчас его прислать? Подождите, подождите, подождите. По процедуре он все равно должен быть. Он экологический палат, наверное. Ну, а где он направлялся в экологическую палату? Значит, мы попросим представить. Давайте так. Я думаю, что министерство не откажется вам его направить. Причем здесь. Они уже должны были направить. Ну, направили. Кому направили. Ну, хотя бы, в каком статусе? Вот, ты говоришь, тебе не направили. В каком статусе? В общественной палате? В общественной палате. Для обсуждения граждан были согласованы. Мой статус не важен. Почитайте закон, как делаются все подзаконы акты. Вы должны были это на общественность. Общественность разная есть. Я в общественной палате. Ты, подождите, подождите. Но сначала, вот если говорить о законе, сначала проходит экспертизу в государственном правом управлении. А тема рассылает в прокуратуру и юстицию, и в общественную палату, и в экологическую палату, и везде-везде-везде-везде. Вы разослали? Подождите. До вас дойдет очередь. Вы не переживаете. Я не для меня. Вы хотите, если вперед, вы хотите, если вперед, вы очень... Смотрите, я конкретно спрашиваю, где этот сейчас? Не надо вот опять говорить. Покажите проект, вот люди. Сейчас у нас вот люди. Можете этот проект показать всем? Потому что он касается всех проблем, связанных с черным узем, со всем. Опять, вы стихаря это принимаете? Коллеги, можно я с переводчиком попробую? Причем переводчиком. Пусть предоставят проект. О чем можно говорить, если мы не видим проект? Говорят о чем? Прежде чем его предоставить общественности, они его хотят выбить. Процедура должна пройти. Одновременно направляется и в прокуратуру. А куда он, Саша? Не каша. Из права у департамента? У них просто его не общественность придет. Сейчас они согласуются, выберут и предоставят. Давайте в срок до понедельника представить проект. Ну, дали бы информацию вам. Нет, проект. Нет, проект. Нет, проект. Послушайте, Александр Александрович, без прохождения государственного права экспертизы проект, он просто не имеет силы даже никакой. В нем могут быть допущены какие-то ошибки, юридические в том числе. И только после прохождения государственного права экспертизы, администрации, губернатора, мы этот проект уже рассылаем всем контрольно-надзорным органам. Потому что без этой экспертизы это еще и не проект. Это просто наш текст. Если вы хотите просто текст наших предложений, мы вам готовы сегодня, с кем завтра, в понедельник. Давайте в понедельник ждем вот этот проект. Пусть он будет сырой. Пусть он будет с пометкой «проект». Давайте в понедельник. У нас в данный момент на территории той же Виновской роще совершенно нет никаких проблем по сносу аварийных деревьев. Потому что в соответствии с положением ОПОПТ снос таких деревьев допустим. В соответствии с правилом благоустройства города Ульяновска у них есть полномочия, вводя разрешение на данный снос деревьев. При выдаче данного разрешения, думаю, Александр Николаевич подтвердит, он нам эту информацию также сообщал. При наличии двух бумаг разрешения от Александра Сергеевича Курашова и нашего комиссионного обследования никаких проблем по сносу деревьев. Давайте насчет проблем. Город не может выдать на этой земле. Я дадим слово, Александр Сергеевич. Я поясню, в чем вопрос. Все знают, в чем вопрос. Пусть Александр Сергеевич пояснит, почему он не выдал разрешение на снос этих деревьев. Конкретно был случай месяц назад. Согласно федерального закона, особо охраняемая территория областного значения и расположенная на земельных участках, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, полномочия на муниципалитете не распространяется. Чьи полномочия? Полномочия. Я нам объясняю. Чьи полномочия должны быть? Полномочия. Министерство природы. Четко в законе указан. Хорошо. Альсан Сантов, погоди. А вам было направлено письмо с просьбой выдать разрешение? Наше министерство поступало. Вопрос разъяснил. Так как я к этому причастен направлялась письмо в город. Город ответил, разъяснил с позиции, что он не имеет права, так как земля. А земля в аренде находится у тех же биатлонистов, которые готовы провести экологический субботник. Просим дать разрешение на такие-то деревья, которые высохли и упали. Причем было проведено обследование. Обследование было с большим скандалом, потому что Минприрод говорит, что это не наше. Все ссылки были на город. Поэтому мы здесь и собрались все-таки. Кто отвечает? Пусть при всех скажет министерство. Почему они говорят, что город должен за это отвечать? Земля. Есть представители, которые отвечают за землю. То есть, подожди, подожди, подожди. Было письмо. Сначала было письмо на Курошова. Курошов ответил, что это не его полномочия, а полномочия региона. Так как земля... Было письмо региону. Что регион ответил? Ничего не ответил. Нет, регион отвечал, что мы не против и отправил в город. Но все-таки их пригласили от лица арендатора вот этих дорожек на комплексное исследование. Приезжал представитель Минприроды Акимова, сказал, обследовали. Говорит, а у меня нет нормативного документа, согласно которому я могу выдать. Мы не говорим речь о том, что у Ваши лесники там не средства от работы. Подожди, подожди. Значит, Курошов написал, идите в область. Область написала. Мы не против. А что потом мешало? Мы не против. Должно быть документ. Вот придет, а вот те же гнилые деревья убирают, придет житель, спрашивает, на каком основании? Придет полиция. На каком основании здесь работаете? Если город когда выдает на свою территорию, у него есть типа порубочного билета, как его все называют. Разрешение на снос, обрезку таких деревьев. Просили дать от министерства нам такой документ, а не просто опять. А почему не дали? Вот на основании есть какие-то, чтобы не дать вот этот документ? Вопрос не дали. Все-таки надо понимать, есть статус территории, которую мы охраняем. Мы охраняем статус. Есть принадлежность. Земля находится на территории города. Это надо тоже понимать. А вы могли совместный документ сделать? Ну это, я говорю, это уже бюрократические игры, кидание шаров. Это развитие всех этих парков. Зачем мы здесь и собрались, чтобы этот клубок распутался? Сейчас мы его и распутываем. Это просто бюрократические игры, лишь бы не сделать. Лишь бы работа не была выполнена. Лишь бы от себя отпихнуть. Вот мы и хотим, чтобы этого не было. Поясните. Ливиновская роща сама в себе состоит из двух особоохраняльных территорий. Ну это известно. Мировая общественность. По верхней территории, так сказать, нашей особоохраняльной территории, все разрешения были выданы и все работы проделали. Так. В министерствах проводились работы по нижней части Ливиновской рощи с уборкой сухостойных деревьев. Мы говорим не о той части, про которую говорил братья. Мы говорим как раз о нижней части, где мы проводим периодически силы города. Субботник помогаем ОПТ, поддержание, содержание, да, совместные ведения. Но норматива на правового документа, разрешающего городу выдавать разрешение на особоохраняемых территориях областного значения нет. А почему ГОЛ? Что мешает области выдать? Я могу только руководствоваться муниципальными правовыми актами, которые... Александр Сергеевич, а что мешает области выдать такое различное область? Коллеги, вот где-то месяц назад мы собирались, Александр Сергеевич, я по многому к вам обращался с таким предложением. Может быть, на базе министерства будет сформирована комиссия, которая осмотрит... Это сухостой. А от вас? Да, смотри, представитель. Да, и сам представитель присутствовал на осмотре. Сегодня проходил осмотр насаждения поверхности России, развязка моста. К сожалению, никто от общественности не явился. А кого приглашали? Приглашали все, экологическую палату. Алексей Сергеевич, общественность работает. По основанию места. Спасибо, я без претензий ко всем просто. Озвучал, как спретензирует, честно. Большого общественного результата. Алексей, ты там не один. Вас много. Все работают. 12 человек. А зачем тогда все обратят общественность? Так, Сан Саныч. Разрешите, я закончу. Вот. Я просто информирую, что сегодня обследование закончилось. Мы ждем предложения от общественности, в том числе... А там ОПТ или там лес в первом месте? Нет, там просто насаждение, хвойное насаждение, там порядка более тысячи деревьев. Ну мы не о них сегодня говорим, что мы сейчас туда ходим. А это как раз в том числе и регламентации все, в том числе и реализации всех правительств. Мы сегодня говорим о ОПТ. И в том числе и области ОПТ. И в том числе и области ОПТ того же Черного озера, которое граничит областное местное... Скажите, а нельзя было... Вот, Екатерина Савдневна, вот вы как, Юрий, скажите. А не могла... Не могло министерство написать бумагу и согласовать его с городом. И вот эта бумага бы являлась разрешением на проведение этих работ. Ну, соответственно, при взаимодействии возможно было это сделать. Просто никому это не нужно было, никому это неинтересно было. Коллеги, ну а что делать-то будем? Вот, хорошо. Разобрались, что, да, виноват. Нормативный документ, который бы позволял... Значит, Сан Савдович, в понедельник нам пришлют проект. Нет, это другой. Я имею в виду, что позволяем на том же Черном озере. Есть люди, готовые заслуживать все тополя, которые падают, которые прогнили убрать. Но, опять, кому иметь тень? Там нужен некий административный регламент. Да, выполняем именно таких работ. Да, чтобы в рамках территории областных ОПТ. Вот этим регламентом, наверное, сейчас и занимается министерство. Вот эти изменения в... Если не занимаетесь в закон... Нет, вот эти изменения в закон они являются... Это разные вопросы. Разные? Разные? Ну, поясните. Нет, я просто признаю, что это разные вопросы. Не проваливали. И, возможно, если заслужить документы, вызовы влекалия прокуратура, наш объяснил. Почему? К сожалению... К сожалению... К сожалению... Здесь... Мы сейчас разрабатываем положение по особо охранению природной территории. Ну, практически приняли уже все положения. Осталось два ОПТ у нас. К сожалению. Вот я не видел положения Ленинской Рощи, где-то оно может быть опубликовано. Зонирование проводится, не проводится. То есть, как-то вот это тоже будет как-то в развитии городских общественных пространств, потому что Ленинской Рощи. Мы вообще посещаем у нас. Да, она достаточно. У нас все посещаем. У нас все они посещаем. Да. То есть, здесь нужно смотреть не только городской областной, а вообще комплексные. Конечно. Поэтому нужно рассматривать в комплексе вести лет. И в прошлый раз мы говорили о создании дирекции городских ОПТ, чтобы был один, ну, какой-то орган небольшой, который бы отвечал за все вот эти вот парки. Дирекция парков. Все бы отвечали, чтобы он отвечал за них, этот человек или она. И естественно, все бы вопросы по развитию парка решались через дирекцию. Потому что сейчас полная, ну, не хочу нехорошие слова употреблять, полная неразбериха. Здесь ОПТ, здесь зона покоя, здесь зона рекреации, здесь зона активного отдыха. Ну, раззонировали. Дальше чего? Они остались в ОПТ. Мы раззонировали, вывели зону покоя, как особое скопление краснокнижных рассеянных животных. А остальная часть, она ведь все равно осталась в ОПТ. Хотя у нее статус, ну, такой условный статус, рекреационная зона, но она осталась в ОПТ. Дальше чего? Вот пришел человек, он хочет, например, на том же вот, на этих 60 ваших гектарах, что-то сделать в Черном озере, навести порядок, организовать там отдых. Ну, я не за то, чтобы там костры жгли, ну, может даже и костры, ничего страшного, шлыки жарили, чтобы мусор люди приносили, чтобы был кто-то, кто отвечал. Дальше чего? Поясняем. У нас существует еще парк Приморский, тоже особо охраняемая территория, которая довольно успешно развивается и посещается, и проектно реализуется. Хорошо. У нас сейчас реализуется проект парки Дружба народу, то есть город все равно развивает, и, естественно, очередь дойдет и до черного музея. Но это городские, речь областных. Эта очередь дойдет, ну, я думаю, я тут доживу. Тут же дендропарк. Не доживу. Владимир Михайлович, можно заслужить? Да, пожалуйста. Мы сейчас хорошо поняли вопрос насчет дирекции ОПТ. Давайте, да, достаточно больная тема. Вот сейчас у нас какой год? 2020. В 2007 году еще был разговор о создании дирекции особо охраняемых территорий, соответственно, в рамках действующего министерства и так далее. Вот мы пока, понимаете, 13 лет прошло, а все, находимся на этом. А вот давайте теперь зададим вопрос Минфину. Почему он отказал в финансировании дирекции ОПТ? Вот Наталья Николаевна сейчас нам прямо как ультс-кульцированно расскажет про это. Я в прошлый раз уже рассказывала, что этот вопрос мы выносили на комиссию в правительстве. Это коллегиально было. Вопрос был задан с точки зрения как бы ОПТ. Мы же не говорим чисто об городских. Правильно? А в целом. И резонный вопрос, как это 141 территорию будут контролировать там три или пять, по-моему, человек, они просили, насколько я помню, пять человек или семь. Во-первых, это нужно отдельно, и по-моему, даже вы в этом участвовали, да? Приходили документы. Эти люди не смогут работать по 140 территорий. Согласен. Это профанация чистая была. У нас предложение, у меня предложение, я не знаю, коллеги поддержат или нет, сделать дирекцию ООПТ-парков города Ульяновска. За чей бюджет? Ну, извините, это уже ваш вопрос, решать за чей бюджет. Это не наш вопрос. Городские деньги на областные не сможешь тратиться, даже прокуратура прибежит. Ну, у нас получается так, что администрации парков, городские которые, они, по сути, заняты только культурными мероприятиями. Ну, честно говоря, так и получается, да, так и есть. Ну, в лесничествах есть же люди, занимающиеся... На общественных началах никто мусор убирает, там следить не пойдет. Ну, я так думаю, что вот эта, как сказать, финансово-правовая коллизия, что здесь бюджет этот, здесь бюджет этот, вот, и не можем мы в серединке найти святую середину и... Ну, скажу, у нас есть уже несколько лет в Ульяновском лесничестве, и теперь вот буквально, наверное, несколько месяцев уже в Меликесском лесничестве есть люди, специально занимающиеся городскими парками. Ну, в Виновской роще, в городе Ульяновске, это только Виновская роща, а в Меликесе там демитровократские парки все. Мы их финансируем из областного бюджета. Ну, то есть это люди определенные почему. Части область принимает в этом. Ну, какой, по одному парку, что ли, только? Основные у нас зоны... Это можно рассмотреть еще, возможно, в лесничестве, ну, как-то это отдельно решить вопрос, но не создавать учреждение новое, это несерьезно. Слушай... Мы... Что будем изобретать? Все уже известно по России. Пример Виновской рощи. Появился арендатор. Делегировать полномочия ему может Минприроды за благоустройство, за санитарной обработкой, за обработкой клещей. Никто это не мешает Минприродам... В УПТ, а исключенная обработка запрещена. Я к примеру говорю, никто не имеет права делегировать эти полномочия. Как работают в Краснодарском крае УПТ? Там либо создается ОНОЖКА, либо общественная организация, либо государственная управляет тельным УПТ. Ну, крупными, я не сравню просто с нашими. И здесь, если появился арендатор, то что мешает Минприроды? Так, Наталья Николаевна, проблема в финансировании людей или проблема в финансировании мероприятий? Нет, людей с людьми мы решили. Они уже числятся в лесничествах и работают... Ну, они одно только УПТ... Наверное, справедливости ради стоит сказать, что, по сути-то, давайте пойдём в любой ОПТ, что в парк Дружбы народов, в парк Юности. Ну, как эта работа ведётся? Ну, она ведётся, ну, прямо скажем, слабенько на сегодняшний день. То есть нужно либо увеличивать финансирование, ну или никак. Давайте со своими именами. Ну, возможно, численность увеличивается. Мы не дали закончить. Вот пример будущего парка регионального. Потому что там по поводу научных исследований он подходит. ОПТ Ульянка. Люди инициированы готовы взять на себя и охрану в последующем, и благоустройство этого регионального парка. Но опять возникает вопрос, может ли Минприроды потом им будет делегировать? Создадут АМОЖку, создадут там дирекцию парка Ульянку. А у нас имеют право юридические лица или физические лица? А может создавать ОПТ? Вот у нас создавать юридические лица. Они могут иметь права. Они могут иметь права. Они без на федеральном уровне. Да, вышли с инициативой. Они сами могут создавать юридические лица. Кто вам тормоза включил? Я могу сказать, что по России... В чём проблема? Это должна собственности быть. А у них собственности? То есть, если бы раньше прошли экологическую экспертизу, ОПТ был бы. Сейчас опять же отменили. Изменили закон, и опять все разводят руки. А чём дальше делать? Ульянский экологический заказ и в положении прописанных управляющим органом коррекции является ОНДРОСКО-Паналотельмический музей, который имеет лицензии, соответственно, на обращение. Ну, это у них свой специфический свой образ. Александр Александрович говорит, что готовы заниматься тем-тем тем, чтобы тем-тем заниматься, они должны иметь лицензию. А на какую деятельность ульянка должна иметь лицензию? Это по статусу ОПТ зависит. У них палеонтологических никаких нет. Какую лицензию? Да, зависит от той деятельности, которую они хотят. Ну, какую вы деятельность хотите? Саш, ну дайте человеку сказать. Нужен алматуризм, развитие территории. А что на этой территории есть ценного? Да. За чего ей надо давать статус ОПТ? Ну так вот, сейчас в рабочем порядке. На данный момент у нас даже отчет про… Да. Мы произвели в 2017 году целую очередь. Вот Максим. Нет, давайте я расскажу, да. Мы занимались отчетами. Давайте, Максим. Вообще, место, конечно, там уникальное, потому что это предпойменные участки реки Барыш. Вообще, как бы, если мы будем брать, ну понятно, что вот эта территория сохраняя всей этой пойменной и надпойменной части, которые были, соответственно, землетельхозназначения, они просто перешли в… Действительно, территория там важная. Во-первых, там ряд краснокнижных видов. Там обнаружено, в том числе, в основном, не сдавали там и серый журавль, и серый сорокапут и так далее. Это федеральный и региональный краснокнижный вид. Уж не говоря о том, что, например, если вы делаете там по учету численности тетеров, это достаточно благоприятно. То же самое, там по 40 кубу и баку благоприятные участки идут на процесс расселения. Уж не говоря еще о том, что там идет процесс массовой миграции. Макс, ну там есть краснокнижные объекты. Да, я говорю, там серый журавль, там миграции, там гнезда. Все, хорошо. То есть признаки ООПТ мы видим, да? То есть признаки и основания для создания ООПТ мы видим. Что мешает дальше? Есть согласие собственника. Есть согласие. Вы собственники или арендаторы? Собственники. Собственники. 1400 гектар. Кто мешает? Земельного участка. Собственник земельного участка. Готовы 900 гектар под ООПТ статус. Кто мешает? Процедура. Раньше была госэкспертиза. Сейчас процедура мешает. Не, ну что? Мы на региональном уровне не можем через это пройти, чтобы... Люди с благим делом пришли. Свою отдают. Свою отдают. Свои деньги вкладывают. Бюджет ни копейки не просит. И мы тормозим от дел. Мы не мы, а власть тормозит от дел. Это нормально. Нормально. О чем мы говорим? Ну и хорошо, скажите мне, пожалуйста, если выйдет вот это вот, примут изменения в этот закон, у них руки развяжутся? В части процедуры, безусловно. У нас основные главные моменты. Это процедура на речи и развитие этой территории. А там же будет зависеть от того, какое положение будет. А вот это самое основное. То есть, понятно, процедуру мы сейчас статус ОПТ получим, оформим. Нам интересно территорию развивать. То есть, в первую очередь, для Вишкаемского района и с главой неоднократно разговаривал. Это туризм, привлечение туда, что люди приезжают. Скажи, пожалуйста, какие-то специальные решения самой организации? Они не так уже есть. То есть, понятно, не может ли больше притескать, здоровье искать. Я буду защищаться по всему журавлю. Ну, это понятно, да, что... Вот смотрите... Ну, если мы будем брать с точки зрения того, что у нас есть, соответственно, определенные территории, она достаточно большая по площади, в которой, соответственно, данный собственник хочет проводить данные работы, то есть, по выявлению ОПТ и поэтому. Но вот если брать с точки зрения законодательства, нынче существующего, федерального законодательства и так далее, ограничений вообще не может быть никаких. То есть, человек хочет этим заниматься в рамках своей, соответственно, какой-то там деятельности и компетенции. В рамках своей компетенции. Вот вы посмотрите по пунктам закона любого. Там нигде это нет такого, что нет, этого нельзя, соответственно, делать. Пункты нельзя, там нигде не прописано. Мы точно не вольем, не вольнемся в кровавую коллизию, когда получится, что на частной территории краснокнижные животные? И что мы получим при этом распространстве? Нет, а с какого? Мы понимаете, у нас животные краснокнижные, мы можем практически на всех территориях. То есть, в городе и области это может быть. Тогда мы будем только заниматься тем, что решать проблемы с этим. Но почему бы нет? Человек хочет действия сохранять, или там какая-то организация там занимается, хочет там, чтобы на этой территории было. А вот сейчас, извини. Это же ведь не использование. Можно я тебя перебью? Секундочку. А может быть, вы мне сказать, Виталий Владимирович, основные задачи ООПТ, как они по закону ООПТ, по закону об охране окружающей среды. Важно, это зависит от каждой конкретной ООПТ. Вообще, главное, вот в преамбуле. Природных ресурсов. Это не из природных ресурсов, или особо охраняемых. Это в этих самых краснокнижных природных. В этих самых краснокнижных природных. Растение, палеонтологии и прочее. Понятно. Ну а что же тогда? И ресурсы в том числе, да? И в чем же тогда проблема? Вот они создают свое ООПТ. Вы не можете статус получить, что ли? Подрать документы и исследования, чтобы Минприроды, дальше процедуру, начало разработку положения, постановление правительства, пока у нас есть в Минадской области, а присвоение статуса ООПТ. Вы бросите мне такие слова, пока оно есть. Оно будет. Вопрос. Что мешает? Отсутствие закона. Как нам говорят, Максим говорит, что в законе нет ограничений, нет запретов. Он говорит про отсутствие запрета на сам подход к созданию таких ООПТ. А процедуры сейчас? Нет. Нормативного акта. Ну давайте по процедуре. Вот они сделали обследование. Раз, да? Ограничили территорию. Ну то есть формально. Поставили ее на кадастровый учет. Дальше. Что надо? Дальше. Должна быть издана правительство в Минадской области, во-первых, постановление о создании такого ООПТ. Во-первых, потому что, такие условия, естественно. Неположение будет. А что им дает вот это оформление? Без него это не ООПТ? То есть вот получили документы, это ООПТ. Ну юридически это не ООПТ. А что дает статус ООПТ? Что позволить сохранить то, что там есть. А не так сохранить. 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 Нет, у меня вопрос, Сан Саныч, такой. Что дает статус ООПТ? Он дает возможность привлекать инвестиции, привлекать бюджетные деньги. Мы попадаем опять в правовую коллизию. Сельхоз земли. Они их обязаны обрабатывать. Но они хотят сохранить, чтобы их не обрабатывать. То есть они хотят перевести... Нет, земли не переводить. Когда будет ООПТ, пусть не будет сельхоз. Земли. Обременение. Обременение делается дополнительно. Александр Николаевич. А так не придет сейчас у нас сельхозназорство? Это реально? Категория земель не нужна. Не нужна. Останавливается только особо охраняемая территория, ставится на кадастровый учет и накладывается обременение части использования земельного учета. Об этом. Единственное, на что бы я бы обратил внимание, и какой вопрос нужно министерство будет поизучать. О том, что у нас земли особо охраняемых территорий не подлежат отчуждению. В данном случае земельный участок будет в частной собственности и не привело бы все это к последующей процедуре изъятия земельного участка. Я такой вопрос. Его уже ни под чего использовать другое нельзя. Ни под чего использовать. Ни под сельское хозяйство. Ни под что. Позит прописан. Обрезован паспорт этого ОПТ, который будет образоваться в порядке использования земельного участка. А вы понимаете, что легче присвоить. Вот правильно Олеся Владимировна говорит. Легче присвоить статус участка, чем потом его снять. Если вдруг все меняется, вы решаете сменить вид деятельности на этом участке, то снять уже. Вот мы сейчас бьемся с вопросами по использованию части территории. Одно под другой, по третьей. Вот даже палеонтологический музей, проект палеонтологического музея разрабатывали у нас обл. стройзаказчик. Мы делали обследование. На месте свалки мы провели обследование этой свалки. На свалке не нашли ни одного краснокнижного объекта. И они до сих пор не утвердили как изменение границ территории. Мы шли как изменение границ. Вы уже ничего на этой территории изменить не сможете. То есть вам надо сразу, я так понимаю, Сан Саныч, может я ошибаюсь, разрабатывать концепт туризма. Чтобы все было и уже в этом виде. И вы сможете только развивать деятельность. Менять даже ее вы не сможете. Вы можете развивать. Правильно я говорю? Нет, Михайлович, в этом цель на 100, на 200 лет сохранить эту территорию, чтобы никто не пришел, пусть их не станет. Но чтобы никто не пришел, осталось. Понятно. Кроме того, там еще другая цель. Примерно та же цель, чтобы было создание ООПТ на парках. Чтобы никто туда не залез. Теперь мы с этим не разбиваем. Им как раз хорошо, если вокруг деятельности никакой не будет. Сейчас и происходит, независимо от того, что мы собственники не будут. То есть вот сейчас мы собственниками являемся. Там, скажем так, у нас граница соседней с землями, получается сельхозназначение. Да, каким-то образом там небольшие участки земель оформляются. Сейчас там хотят добывать щели. То есть карьер хотят. Хотят разрабатывать карьер. На вашей территории. Рядом с нашей территорией, но им нужно выиск основной трассе. То есть они в главе района говорят, что мы отсыпем дорогу до кладбища. Там буквально 50 лет. То есть сервитут должны выдать им, да? Да. И дайте нам сервитут, и мы будем здесь пять лет вывозить оттуда щебень. Вы понимаете, что они хотят делать? Нет. Я говорю, а ребята, вы как спланируете болгораживать еще что-то? Нет? То есть они просто... В проекте разработки карьера, они должны разработаться проект рекультивации. Без разработки проекта рекультивации они не могут получить лицензию, да, на добычу. Да, да. Но в акт все стерпит. Ну, это понятно. Нет, ну вы можете не давать от сервитута. А мы не даем? Пусть объезжают. Понятно, что объезжают. Ну, мы в каком-то государстве уже... Ладно, что у нас не создается РПТ, они будут на своем участке добывать, а просто чтобы у меня это не РПТ. Вопросов нет. Вопрос дороги. Можно ехать вверх, да, делать с 30 километров дороги, ради Бога. В створе границу РПТ нам же для охраны данной территории потом будет выгодно по этой дороге. Коллеги, все-таки вот это в конструктивное русло. То есть что нам нужно? Изменения в закон. Изменения в закон. Кто выйдет с инициативой? Они готовят. В понедельник нам пришлю. Мы разошлем всем заинтересован, в том числе и прокурат. Все подготовят. Предварительно... Предварительно... Но они нам в любом случае сами направляют. Ну, они нам после Преображенского, после правового отдела. Все-таки, я думаю, что надо нас вперед провозить не надо. Нет, ну мы посмотрим, что в этом плане. Нет, тут ничего. А вдруг мы найдем что-нибудь такое, что нельзя нести в правовой отдел? Там же тоже не экологи сидят, не лесники. Они с точки зрения законодательства посмотрят, а дальше... Вот. Давайте, значит, мы сегодня с вами очень плодотворно поработали. Я думаю, все, кто хотел, все высказали, высказались и высказали. Проблема у нас огромная с местами отдых людей в городе Ульяновске. Огромная проблема. И пусть Александр Сергеевич что не говорит, что мы там развиваем, там развиваем. У нас болевая точка – это Черное озеро. И всеми силами будем добиваться возможности развития его как зоны отдыха. Пусть меня сейчас мои бывшие коллеги, которые это все дело натворили, создали, пусть они меня сейчас ругают и нехорошими словами, но развивать его надо. И хватит брагин за свой счет вывозить оттуда камазами мусор. Хватит заниматься ерундой. Это парк. Это прежде всего парк. Вот федеральную, региональную часть 20 гектаров. Вот на них повесим, будем контролировать. И не дай бог, она у них будет не в порядке. Будем туда выезжать, вот на их границу. Дальше. В прошлый раз мы обсуждали, позапрошлый раз мы обсуждали вопрос перегораживания дорог блока. Я считаю, этого делать нельзя. Я считаю, этого делать нельзя. Мало чего, загорится, пожары. Чего бы не было. И если культурный человек приехал на машине, надо организовать парковку. Человек поставил машину, взял с собой мангал, сходил, поел, в мешочек собрал, ушел. А следить за этим должна служба, которая называется дирекцией городских парков-опыт. И давайте все-таки мы будем с вами настаивать. Вот пусть бюджет города и бюджет региона между собой каким-то образом состыкуются, договорятся. Нужна служба, которая бы занималась всеми парками. И не надо вот эти коллизии всякие, что вот здесь бюджет тот, а кто будет платить. Там деньги-то не такие большие. Зато дело мы сделаем. Мы сделаем. Очень хорошее. У нас будет нормально. Я с губернатором по Черному озеру обсуждал. Я говорю, Сергей Иванович, там два варианта только может быть. Либо снять ОООПТ и отдать его в хозяйственную деятельность, либо дать возможность развивать парк. Он сказал, я за парк. Я тоже за парк. Поэтому давайте все-таки мы каким-то образом придем к общему знаменателю. Давайте сделаем дирекцию. Я говорю в прошлый раз, у нас был Пашкин Андрей, который отвечал за это Черное озеро. Ходил там, порядок наводил. Честь ему и хвала. Большое спасибо. Сейчас после трансляции он мне обязательно позвонит, поблагодарит, что я его вспомнил. Действительно, молодец. Он занимался этой территорией. Почему? Человек пять не может регион вместе с городом профинансировать, чтобы снять вот эту болевую проблему. Я, конечно, не финансист, я не экономист и не финансист. И в бюджете очень посредственно разбираюсь. Но я считаю, что это просто нежелание решить вопрос. Просто нежелание решить вопрос. Я знаю, что областной бюджет может перекинуть какие-то деньги на городской. Городской может выделить свое. И вот то, что Наталья Николаевна говорит, что почему мы за областной должны содержать, я думаю, договорятся. Что ли мы задерживаем? Ну вы собираете, что есть еще пять-чужина. Вы содержите там три человека, которые контролируют один парк. Не надо. Теперь можно опережать relating Каллас hvis Иваны. У нас, наверное, не открывается парк. а кто у нас директор парков кто директор дирекции парков ну кто для управления культуры человек кто-то есть директор я вас познакомлю что все вопросы давайте в следующий раз пригласим на комиссию у нас все парки развиваются как на чего о чем же мы тогда говорим одно предложение это вы просите дополнительно чтобы они наполнялись деятельностью наполнительно приходили это непосредственно отрабатывается директора и парков дилет михалыч что хочет вот из дирекции парков а парки не развивается вот он жал чтобы они начали вас предложение принимаем любом нет а давайте мы запросим запросим в дирекцию как вы называете дирекцию парка плана развития парк по каждому обсудим нет на палате никто не возражает это городские парки городские саж хотя бы городской иногда хотя бы городское предложение вот я так понимаю что минфин у нас что смущает в создании этой дирекции создадим дирекцию будет один директор один бухгалтер и один рабочий юрист юристы один рабочий мы можем увеличить финансирование вот существующего учреждения дирекции фарта парков или либо центра озеленения вращать к вам и к минфину нет город мы городу нет это учреждение городское и дело с городской учреждений нас есть это вот кстати а почему мы не пригласили чего альсан сергеевич нам не подсказали чтобы мы пригласили из минкульта или откуда там справление культуры а почему вы нам не сказали ну я вот например об этой структуре даже не знал сколько лет занимаюсь экологией приходить а куда я был председателем общественного совета и я не знал об этой структуре о том что они не работают о том что формально они есть а фактически то они что там они мероприятия проводят они не занимаются развитием то о чем сейчас мотай николаевна говорит это софинансирование вот часть идет по федеральным субвенциям часть финансирует область но это же опять история про леса поразили лесного фонда то что там эти рабочие работают в городских парках это есть нецелевое использование не работают круче александрич нам было сказано что работа это не это не лесной фонд областной вот это решение проблемы она такой немного кривоватое да если мы не хотим создавать учреждение давайте через какой-то другой областной учреждение про финансируем хотя и прошли себе запас альзон через пожарный бизнес он сам красный лесничество это федеральные деньги давайте не зацикливаться на бюджете вот я готов черного ли взять это это часто это мой вопрос сейчас это частные деньги вот не у нас не мальчик и роща коллеги там земля областная насколько я понимаю у нас есть какой-то алгоритм как мы эту землю можем передать в пользование какому-то некоммерческому учреждению там я не знаю там даже ограничить ответственность какая разница фидер у нас есть какой-то алгоритм как мы можем сделать выяснить долгосрочный участка если просто передавать участвовать эти дети по декреации неважно хорошо через аукцион если предоставлять благоустройство то можно предоставить без аукциона основными что это не благоустройство будет так еще раз альсан николаевич почему через аукцион то есть неважно киоск там будет или карусель будет там стоять за что деньги берут есть еще один механизм предоставлении земельного участка предоставляется разрешение на используя земельного участка под какие цели можно получить такое разрешение под благоустройство под размещение детских площадок спортивных площадок рекоменда размещение зоны отдыха населения то есть принципе такие а кто выдает такую же разрешение дает отношение областных земельных участков министерство строительства вот такие разрешения дается но подается на земельный участок они начались земельного участка то есть нужно формировать земель то есть надо ну вот я планирую на кадастровый учет поставили как мы вы можете им сейчас передали уже у них вареже уже он уже перед вопрос то есть что они могут вести работой вот и грудать и до регламента заниматься я понимаю любой представлении змеи участка в отношении объектов региона где начать интересного значения неважно прочитается только согласование саживающуюся можно уже потому что я не знаю образом можно использовать поэтому как минимум нужно будет получить запрос от отраслевого ведомства если это объект местного значения значит у вас здесь объект регионального значения значит у министерства Patreon и цикличной экономики еще раз то есть вот у нас Брагин хочет развивать чёрный озеро он должен обратиться куда в министерство природо и цикличной экономики первичным нужноió�� уже первичный ко мне за предоставлением территории. Вы сделаете запрос Минприроды? Да, мы делаем запрос Минприроды, и после этого принимаем решение о возможности предоставления земельного участка. Ещё раз остановимся в том вопросе, что земельный участок большой по своим размерам. С 1 мая предоставляться территории будут вот такие цели. Заплату. То есть, от ответа. То есть, это уже путь. А его можно разделить? Расстелить земельный участок не представляется возможности с тем, что это ОПТ-шка. То есть, добить мы его не будем. По-хорошему, мы должны из этой территории сделать 2 земельных участка. Один земельный участок под региональной ОПТ-шкой, второй земельный участок под местной ОПТ-шкой. При этом, если это опыты местного значения, мы по-хорошему этот земельный участок должны отдать по уровню муниципалитета. Потому что это их полномочия по управлению этой территорией. А что они отдаются тогда? пускай готовит схему раздела за обращаются нам каши один отчего не готовится ксан садович письмо было направлено если он вместе схема расположились на когда было направлено не нужно здесь должно быть строительство должно быть заявление о предварительном согласовании до поставлений земельного участка министерства строительства CORCK OF również с приложением схема расположline земельного участка то и территории которая будет предоставляться потому что мы должны принять решение придавайте согласование дать право каком-тою лицу предоставить постоянную бессорчную пользу не это ее лицо уже само дели этими участка состоит LeITT lifelong после постановки земель учас close to the club Gund и этом вер onze в этом счет какое-то учреждение муниципальному предоставляем земель часто постояннымиեточным использование раз земля уже запрели она заая муниципальным учреждениям после этого обращается с ходатайством о передаче земельный участок с уровня на уровень с областного уровня на муниципальный дальше процедура на вся есть через закон ульяновской области будет передавать александр николаевич а где это можно вот эту процедуру потому что меня не специалистов говорят на самом деле она простая но все равно ее как-то здорово понятно непростая она не самый быстро не зовут к ней никто не говорит а если ничего не делать то что занимает больше а если ничего не делается в веках вы можете мне вопрос есть про процедуре нет это я это понятно было процедуру взял я эту часть дальше я на нем на этом регионально хочу брать старые гнилые деревья кто дает и не даст разрешение вот мы сейчас и говорим о том что министерство должно было там в какие-то более-менее обозримые сроки разработать регионом административный регламент как сухостой убирать на регионах так господа у нас приглашаем закончилась разделена там и региональность так давайте резюме подводить значит вам предоставить вот этот сырой проект дальше что еще сам сам вот сейчас твои предложения 1 это все-таки ускорить процедуру как создавать опыт и то есть по какому миг мы его должны в течение следующей недели их проекта смотреть дать свои предложения перед правовой экспертизы правильно регламент который бы позволял получать от них разрешение чтобы ввести санитарные иные там виды работ на территориях так и вот тоже то что мы его с екатерин сергей она добро дала она жена все-таки надзирающий орган что если эти два две организации совместно дают согласуют между собой то этот документ будет легитимен да то есть вы пишете письмо они пишут письмо на город опять также процедуру город перед город говорить мы не можем регион говорит мы можем но согласие города на этом согласии на этом письме виза согласована города и все и работайте ребят о чем проблем ну вот вы решение вопрос вот решение вот сколько сансанс вы уже бьет с этим с этой темы второй месяц второй месяц и вот раз по черному озеру приятно что наш комиссии какие-то вот находят выхода из положения так второй вопрос значит на совместном совместном разрешении юрты спишь все да дальше чего еще какие вопросы о создании дирекции я думаю все таки либо увеличение финансирования нет подождите нам надо будет как-то совместить развитие опыт и культурную деятельность на опыт и вот нам надо будет пригласить все-таки представители управления культуры чтобы потому что мы плавать два вида два совершенно разных направлений да а цель то одна чтобы люди могли где-то отдыхать поэтому давайте мы на следующее заседание когда мы можем провести через в любое время да ну и наслежит сюда не может быть даже без трансляции чего вот пригласим управление культуры минфин то я не знаю нужно будет наверное на этом не нужен да ну как на минфин нам всегда ну если только по городским городским туда если здесь областные опыта задействовать дирекцию планирую мы приглашаем если начали город давайте тогда а у нас в министерстве культуры нет такого такое так сказать подразделение которым занимался парками просто а ведь вот нам федералы деньги на парке давали через культуру а как объект в культуре пространство альсан сергей альсан сергей алис владимир виталий владимирович я очень прошу вас на начале следующей недели выйти со мной на контакт чтобы мы определили на следующие наш я тему хочу все-таки до окончания этого созыва общественной палаты все-таки довести до конца давайте мы соберемся у меня можно встретиться вот соберемся и все-таки наметим кого и по каким вопросам мы будем или лучше здесь наверное лучше здесь будем приглашать на вот эту вот наш наше заседание чтобы все-таки совместить содержание и экологическую природную составляющую и культурную составляющую согласно это вот так все что у нас еще какие вопросы сам сам ты у нас самый сегодня активный но на субботник приглашаем вот молодец поджима скорочи на черного зима подвернул можно 20 команд там никогда не было ну да не правит последний субботник мы вывезли две трактора на тележку поэтому здесь очень регулярно у нас администрацию убирается и фотографии на видео могу предоставить две тысячи восемнадцатый год было с этого лазил зачем они все вывезли а вы теперь раз нового глава из свежского района ей папа идея возникла у меня попросил значит поучаствовать создать общественный совет по развитию черного возра ну я ему согласился естественно поучаствовать но инициативу видать среди всех хозяйственных и сложных вопросов ушла так и вопрос кого ульянки созданию опыт и все что чем мы можем что мы можем сделать чтобы в хорошее дело которое люди за свой счет делают не умерла а то у них по его желание пропадет возьмут все распашу и не будет у нас замечательного опыта и правда там не был пера уже паша уже пашете ну вот частично чешу черно хотят люди охранять или на счет что мы по этому вопрос какой какую рекомендацию минут природе взять в работу те материалы которые готовили для госэкспертизы смысле таком основе ну опять отпиливаетесь почему вот лежит в первом вопросе вот сейчас их там прижать экспертного изучения на уровень министерства возвращает читать то что возьмем согласно нет но он как бы так и есть говорит что если у них полномочий друг нет все же не сделано в общем короче говоря я так понял надо вносить изменения в закон и от этой печки плясать и другие регионы сделали за три месяца могу подготовить за вас сделать если у вас там какие люди его не дели который так ругает было бы по-другому есть министерство просто директ из министерства есть юристы говорят что дирекция пт это неэффективно это эффективно как показывает опыт других регионов конечно она была у нас нас есть дирекция опыта и в принципе это да нужно просто объяснить как они будут работать что какая отдать что они необходимы на тот момент никто не смог объяснить и это был сразу вопрос хорошо все на лесничество списать отдать в лесничество дарами часть внедряем своих людей там можно и полномочий как-то подвязать все равно это все можно сделать если хорошо подумать вы мне можете ваш фрагмент рада николаевна на только скиньте мне потому что там скиньте мне ваше предложение к этому я просто вот вам сказал вы напишите без и какой нет без потому что вам легче сформулируют чем не а а сейчас правильно вы говорите это настройка сейчас мы пойдем мы если создается учреждение у нас больше начальников чем работников получается всегда у нас ну нет такой возможности и поэтому я поеду малой кровью обойтись вроде бы дело сделать давайте да в рамках как привязать так вот вот это вот позиции политика на все время такая проявляется вы знаете у нас национальное достояние на самом деле в россии это природные объекты да и в любой стране на которой больше всего ездит это культурные природные объекты давайте согласиться с вами но почему-то у нас на природные объекты которые являются национальным достоянием постоянно получается на что все по остаточному принципу вот у нас тут три человека два человека пять человек нам и прочее ну ну и говорю объяснят если это обосновать если все четко разложить конечно и тогда уже не будет аргументов против тогда мы закроем лучше какую-нибудь пятую по счету а ножку который не поймешь чем занимается до сих пор не поймем а будет это значит учреждение создан но нужно это все обосновать или какой-то вариант другой найти вот я не знаю почему не нравится вот по этим самым по лесничеству предположим николаевка белое озеро да вот там лесничестве будем содержать там заработная плата лесничества идет за счет федерального бюджета а там два предположим человека там или полтора поставь не важно да это будет очень-очень грамотное предложение так вот и нужно окрестные леса все в аренде о чем вы говорите чего хранить опыт и опыт и а я не знаю 40 территорий они же где-то существует что на них нужно делать у нас другой получается да то есть вы предлагаете разместить их лесничество любое лесничество как любое скажет лесные угодят прекрасно а вот у меня там 30 степных опыт ряда там степных территорий скажешь а с какого вот я буду там или какие-то там водные объекты конечно они скажут ну на каком сразу вот эти у меня вот так вот свои работы вот так вот и она связана именно с лесным каким-то там сейчас мы это не решим давайте обдумаем давайте в рабочем порядке обсудим все-таки вариант создания органа отвечающего за опыт и не будем давай давайте мы в рабочем порядке давайте у каждого на у каждого есть предложение у кого то есть предложению кого есть кидайте мне на почту или на почту общественных палат кидать соберемся еще раз вопрос на джа мая нам закрыть вопрос надо мая нам закрыть поэтому давайте мы активно поработать и два-три раза соберем всех не каждую следующий состав изберетесь я я я это самое не надо эту 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 лесть мне не нужно это есть мне не нужно поэтому давайте так мы обсудим посмотрим вернее мы посмотрим вот эти предложения ваши соберемся быстренько быстренько их обсудим для того чтобы высказать свои предложения для правового управления это будет уже пол дел сделан нами вот и все остальные вопросы юли нам там все это очень много информации она не всегда укладывается в голове так чтобы ее потом вспомнить юль даст нам значит девочки дадут пресс-релиз юль даст нам правда составит нам протокол хотя в черном черновом виде и мы тогда с вами еще раз встретимся я думаю может быть даже ну недель мало давайте через две недели на следующей неделе изучаем вот этот вот документ а через две недели еще раз встречается обсуждаем большое всем спасибо очень рад что вы все приняли участие особо рад что пришли представители в том числе в том числе